В Рязани появился новый вид бобров. В отличие от обычных, они строят свои плотины из тележек, добытых в супермаркете. Но основной строительный материал – это, конечно, металл. Для чего нужны эти плотины, пока неизвестно. Эта плотина вполне может выполнять функцию мусоросборника. Ведь, по словам диггеров, рязанские водоемы завалены огромным количеством отходов. В реках и коллекторах можно встретить различные артефакты. Это остатки бытового хлама прошлых лет, а также собравшийся хлам 60-х годов прошлого столетия. Это автомобильные покрышки, это детские санки, одежда, фрагменты одежды, большое количество ила мусора, хлама, большое количество медных трансформаторов, разломных бытовых люков. Прохожие, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что тележки накапливаются в Павловке уже не первый год. По словам горожан, их сбрасывает с моста молодежь ради развлечения. 10, 11, 12. 12 тележек я насчитала с одной стороны моста, проходящего через речку Павловка. С другой стороны моста мне уже удалось насчитать 11 тележек. Рязанцы считают, что необходимо срочно заняться очисткой водоема. По наблюдениям горожан от мусора река становится все уже. Она очень грязная и берега все ближе, ближе становится, все намельчает и мельчает. Постоянно что-то сливается, вот тут вот с той стороны сливается. У метропарка тоже сливается какая-то вода. Не сорить нам надо, во-первых. На все наша воля. Что мы делаем, то и получается. Если популярный блогер Константин Заруцкий, более известный как академик, на протяжении нескольких месяцев боролся с настоящими бобрами на своем хуторе в Карелии, постепенно разрушая плотины бобров собственными руками и с помощью земснаряда, то рязанцам только предстоит эта битва. Заруцкому удалось добиться успеха, вернув озеро в берега. Но что будет с реками в нашем городе, пока неизвестно. Но пока блогеры борются с настоящими бобрами, рязанским бобром может стать кто угодно. Ведь эта тележка стоит на парковке без присмотра. В нашем городе множество супермаркетов, предоставляющих тележки покупателям. Возможно, это не единственное место, где орудуют вандалы. Горожане предложили свои методы по борьбе с ними. Но вообще-то магазин тоже надслеживается. Они должны вовремя собирать тележки, правильно? И может не будет такого бардака. Брать тысячу рублей за залог, за тележку. Их тогда народ будет возвращать на место. Пока тележки нарушают природный баланс, вопрос о том, кто должен заняться очисткой реки от них, пока остается открытым. Реки перевести в порядок можно и нужно. Нет ничего невозможного. Для этого необходимо пустить земснаряд по всем руслам наших рек. Также производить генеральную уборку всех берегов наших рек. Потому что мы же можем превратить нашу реку в Лыбите, нашу реку Трубиш. Действительно настоящую парковую зону, где можно ходить, отдыхать и прогуливаться семейными парами и молодежи. По словам экспертов, если эта река и дальше будет так загрязняться, то она постепенно превратится в небольшой ручей, а затем в болотистую местность. Это, несомненно, скажется на экологической обстановке города. Анна Герцовская, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».